Музыка 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 В США сегодня в спортивном зале заменено освещение, потому что там были лампы, деревья из дороги. Сегодня поставили 15 лихтарей, сучасных, и скажут, что эти 15 лихтарей берут электроэнергию, как полторы лампы, а там тих лампы у нас стояли. Сегодня есть экономия. В этом году уже принята котельня, хотя она работала с 24 грудня, и хочу допровести, чтобы вы знали, что котельня дорога, полтора миллиона, но мы платили 360 тысяч гривен, то сегодня вместе с электрикой, покупкой дров, качегарей, это обходится где-то 80 тысяч. То есть 4-4,5 гривен, это не дешевле получать. То есть мы покупаем, как сегодня погода тепла, трошки меньше, поэтому мы можем регулировать самим эту позицию. Волерк, Волерк. 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 И кроме этого, я скажу, что это больше 10, это 500 участников, тренеров, основников приезжают. Это они привозят дорожки к нам, они остаются и кимчинами. Кто спит, кто есть, кто еще в ресторане посидел трошки вечером. И ци кошки остаются в месте Кировограда. Это очень приятно. Что хочется еще сказать, кроме всего, у нас есть Николая Ивановича Ножкина, который очурует спор для всех. Каждый месяц у нас проводятся до десятка заходов, Дни здоровья, которые называются, они проводятся в школах, за местом проживания. И вот сейчас будет День Миста, там вместе с депутатами будут проводиться заходы до нашего Дня Миста. И День Миста, я сразу говорю, что 19-го числа будет в субботу в парк Пушкина. Я вас запрошую, там будет такое культурно-спортивное свято, в основном для детей. Нема такого направления сегодня, вы знаете, что святкувать такого мы не можем. А для детей, жизнь продолжается, мы хотим для детей сделать там и концерты на публичке, и игры, разные выставки, чтобы дети побывали и побачили, и познайомились с видами спорта, с культурой нашей. Там всегда выставят и поделки, которые делают. То есть, я думаю, что будет весело для всех. Ну и отметить, что наша бейсбольная команда по десятый раз стала чемпионами Украины. Это они сравнивали с гандбольным клубом Спартака, Киевом. Помните, я так понимаю, что вы делаете? Еще раз. Ну и позитиву еще хочется отметить, что на автовокзале номер один сегодня проводятся работы, ремонтные. На другом поверси тисячу квадратных метров, где будет тренажерный зал, татами для бородьбы, игры для бокса и профессиональной бородьбы МАДУ. Это Табалов Андрей, проявлятор инициативы, сегодня там проводятся ремонты. За кошти, я не знаю, это и инвестор занимает. Мы скоро увидим, что у нас будет такой спортивный зал, ну и в субботу приезжали до нас кировоград, представники Шахтаря, Донецк, чтобы посмотреть наше футбольное поле, господарство футбольное, чтобы можно было провести, проводить игры, чемпионат Украины, премьерные игры. Я не знаю, как оно. Они приехали в Субботу, они тут еще в кассе. Ну, они выбирают, потому что любил что-то важное, морально. И если у них чемпионов за них болеют, то в чемпионате за них не болеют. Ну и хочу сказать, что мы проводим работу с представниками, и усилиями АТО, какие вернулись, какие там, мы их запрошиваем до того, чтобы приходили, займались у нас физкультурой и спортом. Она прикладывается, у нас есть бодибилдинг, я скажу, мы обращаемся к участникам АТО. Если у вас депрессия, вы можете приходить к нам. То есть мы, кроме наших шкил, мы еще с федерацией, мы еще не работаем, чтобы надавали дозу, быстро что над всем людям. А таким членом.